Слушайте, у нас уже даже того же маэстро Райма до Паулса приезжали к стенке уже, да, касательно вот всех событий. Все, что надо знать вообще про независимую Латвию, так это то, что Латвия за эти десятилетия своей независимости, еще не полный, ну, уже можно сказать, да, 30 лет, потеряла больше населения, чем во время Второй мировой войны. Датчане проводили фактически, ну, вернее, через Европу, да, компенсацию за то, что просто порезали корабли. Ну, зачем им конкуренция в Балтийском? Те интеллектуалы, которые в Европе есть, их голоса слышны все меньше. Взгляд в Латвии на историю, он весь через призму 40-го года. Капитализм пожирает сам себя на данный момент. Он стал давно контрпродуктивным. Просто вот мы сейчас идем по фазе инерции, а так, в принципе, Европа как субъект такой, ну, она уже в моих глазах не существует. Я не думаю, что я изгущаю. А когда я услышал плату за ваши коммунальные, у меня вообще слезы в глазах были. Роман, расскажите свою историю. Я довольно-таки долго работаю в Латвии, работал в Латвии в медиасфере, разными делами, в общем, занимался. И в том числе, кстати, я довольно-таки активно действовал и не только в журналистике, а всякие личные инициативы у меня были. Просто я много интересуюсь, допустим, таким делом, как экономика. Делали там небольшой такой медиаресурс, касающийся тематики развития экономического. Также были там по поводу образования, когда вот COVID начался, там, тоже пытались достучаться до Министерства образования, там, потому что я видел просто, ну, что творится с образованием, и поскольку сам сидел дома со старшим сыном и слышал, ну, на каком уровне происходят вообще уроки. Тогда, ну, тоже пытались достучаться до Министерства образования, там, ну, что, ребята, давайте что-то делать. Мы даже сделали, создали такие, ну, как проект с примерами, вообще, ну, как мы видим, это тоже без толка не смогли. Сейчас, ну, что я могу сказать? Ну, сейчас дошло до того, что просто я чувствую, что маразм крепчает. Как мне многие говорят, то, что я не умею адаптироваться, ну, ну, знаете как, ну, если ты должен адаптироваться в палате дурдома, что меня, по мне, уже сильно ударило, так, во-первых, это вступление Латвии в еврозону, да, ну, что это, ну, абсолютно экономическое самоубийство было, ну, с любой-то логики вообще. Ну, это уже, ну, пытались там всякие инициативы, там, продвигать референдум касаемо этого вопроса, потому что основной, основная часть населения была против. Просто там, ну, в конце все равно через колено, так сказать, ну, за это наш бывший премьер Домбровский получил еврокомиссар, а потом по заслугам, да, ну, понятно, эти. Потом, ну, конечно, начиная с событий на Донбассе, но вот этот разум все крепчал, крепчал, я все время пытался как-то, вы знаете, даже. Ну, а в чем вот это выражалось? Во-первых, тотальное отсутствие дискуссии, тотальное, вообще, по любым, любым вопросам, в принципе, да, ну, вот, особенно таким важным, как там, я не знаю, там, та же международная политика, это та же какая-то элементарная политика по развитию, да, ну, вот, и ее просто фактически не существует, она абсолютно деградировала. Та же культурная среда, я уже в театр не был три года, потому что, ну, это вот тоже как-то чувствуется, что, ну, вот, слушайте, у нас уже даже того же маэстро Райма до Паулса приезжали к стенке уже, да, касательно вот всех событий до 4 февраля, и потом, когда у нас памятник Победы, да, ну, снесли, я знаю то, что многие упрекали Паулса за то, что он там не заступился, и так, ну, вы не представляете, какой прессинг на него, ну, все-таки человек не молодой, да, ну, там, ну, его колоссально давили, и все, что он в конце сказал, причем сказал, по-моему, достаточно корректно, он выступил просто, ну, кому-то ответил журналистов в конце, ладно, хотите, сносите, только не забыл, только сделайте хотя бы тогда это тихо, и не забудьте, сколько народу погибло под этим знамением, ну, ну, по-моему, ну, в тех условиях, которые, ну, сейчас вот, ну, в Латвии, это, по-моему, даже, ну, более корректно сказать не мог. Слушайте, ну, Латвия, на самом деле, такая уникальна очень страна, ну, как вот нам тут кажется. А это не страна? Ну, ну, это не, она не, есть территория, но это не субъект, Европа не субъект, куда там Латвия? Нет, мы все понимаем, скажем, наполнение, да, вот этих контуров на карте, граждане, неграждане, никак не могу взять в толк, это как? В Латвии русскоязычных людей же там сколько процентов? Ну, сейчас в районе 35, примерно, но Рига фактически наполовину, ну, так. То есть столица пополам, говорит, кто-то? В столице, в принципе, да, такой город, как Даугавпилс, так там вообще, второй по величине город Латвии, ну, так там вообще большинство русского населения. Ну, а надо понимать, что Рига и Даугавпилс, а в общем-то остальной Латвии там совсем чуть-чуть. Да, 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 это несколько десятков тысяч людей, самые большие города, да. И как вот это вот возможно, когда, ну, пусть половина, да, населения считает своим языком русский дискриминационные законы в отношении их, этих людей? Как это в принципе возможно? Я не очень понимаю. За это время выработалось достаточно много рафинированных таких механизм, каким образом просто тебя заткнуть, если ты хочешь вообще, ну, как-то, ну... Нет, ну, я понимаю, если бы их там было 5%, там, ну, 10, не знаю, ну, то есть это было не то, что не большинство, да, даже не половина, но их примерно половина, ну, навсегда, мы говорим о том, что их действительно очень много. То есть, ну, как соткнуть, ну, простите, это большое количество людей. Ну, были ведь протесты, были ведь протесты касательно, там, русских школ и так, ну, слушайте, достаточно, за последнее время все-таки достаточно мощно выработался такой репрессивный аппарат. Причем касательно репрессий, я не говорю обязательно то, что за вами придет, там, ну, допустим, у нас есть аналог, там, называется вал с дрожьей и безденности, ну, аналог, там, ну, я не знаю, КГБ, допустим, да, примерно так, если сравнивать. Это не означает, что, ну, к вам сразу с наручниками придут. Вот, но по работе начнутся проблемы. Это уже интегрировано не только в какую-то, ну, такую схему, там, учреждений госбезопасности, да, а этот нарратив, он уже живет, допустим, в корпоративной среде самой, да. Вот, ну, то есть, это промывка десятилетиями, созданный конструкт с помощью разных фондов. Вот, все вот эти нарративы, которые репродуцировали наши медиа, они уже действуют настолько, ну, пустили такие глубокие корни, то, что оно уже, ну, поглотило, как бы, ну, достаточно большую часть общества и, кстати, того же, даже, я бы сказал, часть русского населения. Я, поскольку в медиа работал, я знаю, каким образом они финансировались, да, каким образом журналисты могли ехать, учиться там в США, в Брюссель или еще куда-то, да, ну, просто, ну, эта система создавалась просто, сейчас уже третье десятилетие идет, ну, и она сейчас дает, к сожалению, свои плоды, вот мы их сейчас вот как раз вот именно и видим. Часто говорят об Украине, как о проекте под таким условным названием антироссия. То есть, я так понимаю, из Латвии, да и вообще из Прибалтики в целом на протяжении достаточно долгого времени делали примерно, целенаправленно делали примерно то же самое. На Украине просто этот процесс провернули быстрее еще, более агрессивнее и быстрее. Им удалось как-то это довести, так сказать, до абсолютного совершенства в течение восьми лет, да, ну, у нас этот процесс как-то более плавно шел. Как это в жизни происходит? Вот, допустим, вы гражданин, а я нет. И? Ну, вы не можете идти, ну, подумайте. То есть, у меня нет права голоса, да? Да, у вас нет права голоса. Что я еще не могу? Вы, у вас будет, допустим, ну, там, по многим странам. Не могу страдаться на работу куда-то там. Не, не, на работу. Тут касательно, тут ограничений нет. Нет, это никак не влияет. Это нет. Но подумайте, просто вот сама форма негражданина, это ведь было, ну, в таком плане, с точки зрения вот националистов, которые пришли в то время к власти и принимали эти законы. Ну, подумайте, это 91-й или 92-й год был. Ну, подумайте, вы сразу исключаете, ну, там не половина, треть населения примерно, да, негражданины, получается так. Вы исключаете сразу треть электората, потенциально себе, да, опасного, ну, из конкуренции. В принципе, это логика своя есть, да. Ну, литовцы сделали иначе. У них тоже ведь был статус негражданина, но они сказали изначально, сейчас берите, кто хотите, а потом, кто не спрятался, не виноват, да. Ну, более корректный подход был, да. Ну, а у нас нет, у нас ты должен был доказывать свои корни, в каком колене ты там живешь в Латвии и так далее. В каком колене, если там после войны туда приехало очень много белорусов в том числе, да, причем не по своей воле, очень многие. Ведь многих увозили туда, как в Германию увозили на какие-то там принудительные работы, точно так же увозили их в ту же Латвию. И эти люди многие там остались просто потом, потому как некуда было возвращаться здесь, ну, их дома были полностью там разрушены, сожжены и так далее. И они сейчас тоже не граждане, кстати. Все, что надо знать вообще про независимую Латвию, так это то, что Латвия за эти десятилетия своей независимости, еще не полный, ну, уже можно сказать, да, 30 лет, потеряло больше населения, чем во время Второй мировой войны. Да у меня половина друзей в Лондоне живут. Особенно это чувствовалось, вот как раз когда был кризис 2008 года, так там вообще чемодан, билет в Лондон или, ну, Ирландия. Кстати, в основном и латышей больше всего уезжало, кстати. Так что, ну... То есть тех самых граждан? Да. Ну, именно граждан? Да, именно граждан, именно граждан. И сейчас касательно, как, вот, если возвращаться к теме, там, ну, маразма, который идет по возрастающей, да, вот. У меня последняя точка над «и», вот, в моем решении уехать. Я только что прилетел из Тель-Авива, я выхожу из автобуса, приехав из аэропорта, «Ратушная площадь», и висят громадные баннеры с надписью «Рашист равно коммунист равно фашист». То есть, ну, что тут, ну, представляете, ну, вот, вот. И после этого министр выступает, то, что, ну, еще с речью ребят русские либо ассимилируйтесь здесь, интегрируйтесь, либо валите. Ну, да, ну, да, не, вот именно таким текстом. Ну, что тут сказать, ну, вот, вот, что. Во-первых, и так население бывает, и, во-вторых, у меня по поводу, кстати, было вот с одним из наших дискуссий. Я по-русски говорю с акцентом, но латышеском я говорю абсолютно без акцента. Ну, то есть, я на телевидении текста зачитываю и так, да. У меня тоже просто задавал вопрос, там, у нас постоянно не уболкают вот эти разговоры, как интегрировать русских в латышескую среду, да. Мы сидели с ней в Европарламенте обычно, когда приезжаешь, там, традиция, там, вот, днем, допустим, интервью, а вечером ты дойдешь, там, ну, выпейте вина в ресторанчик, так, посидеть. Она говорит, я о вас рассказываю, как о примере, как русский может интегрироваться вот в латышескую среду, да, вот, про меня касательно. Вот как нам добиться вот такого? Ребяток, сделайте страну такую, чтобы захотели там жить и учить этот язык. А как иначе? Ну, с силой, милой, не будешь никому. Ну, то есть, тут сами начнут все латышеский язык учить. И, кстати, касательно того же языка, ну, это интеллектуальная среда, в той же медиа сфере, хотя бы я, я когда слушаю язык, она, тот же язык сейчас колоссально деградирует. Столько, сколько сделал Советский Союз вообще для культуры латвийской, не сделал вообще никто. Потому что сейчас она мельчает. У нас при Советском Союзе, в конце концов, была реческая киностудия, в которой только в штате работали тысячи сотрудников, больше. А почему вообще, на ваш взгляд, страх русских, вот тех же латышей? Так, господи, они там, немцев, наверное, должны больше тогда бояться. Да. Ну, потому как, то, как, например, прибалтийские народы окатоличивались огнем и мечом. Никто не ласкал их по голове. Огнем и мечом там вырезались в целую деревню. Да, да, да. Вообще, где была создана идентичность латыша вообще где? Это были, это был Тартовский университет и Петербургский университет, где первые ребята из латышеской глубинки получали образование, там, они называли еще новые латыши это движение, да. И там появилась вообще первая табличка с надписью «В Питере на дверях в общежитии латыш», да. Ну, вообще, где вот сам конструкт, понятие вообще вот латыша, да, появилось. А в это же время, где в основном были, ну, Ригой тогда все-таки в основном владели, хоть это была часть Российской империи, но в основном там проживали, ну, землей владели и так, ну, немецкие дворяне, да. И там в парках была надписью «Собакам и латышам вход воспрещен». Ну, вот вам пример, ну, то есть, ну, в России всегда была империя, как бы, ну, наизнанку. И, кстати, в этой особенности где-то Советского Союза, где, потому что периферия много где жила лучше, чем центр. Ну, Грибалтска точно жила лучше, чем центр. В Грузии жила лучше, чем центр. Логике это не поддается. Во время Советского Союза получили массу очень мощных, развитых промышленных предприятий. Да, институты, сколько патентов, там, институт биологии, органического синтеза, там, ну, там, ну, там до бесконечности можно продолжить. И, пожалуйста, вам культура, да, там, как пример Рижская киностудия, да, да, само появление такого, ну, такой глыбы, как Раймон Пауз, фестиваль в Юрмале. Ну, это, это общесоюзные были дела. Ничего же этого не осталось вообще. В принципе, нет. Какой логикой должны были руководствоваться руководители уже независимой Латвии, чтобы от этого отказаться, от явного блага, казалось бы, и прийти к тому, что вот, как вы сейчас говорите, маразм крепчает. И люди уезжают из страны, и просто потому, что не имеют перспектив. Ну, потому что мы Европе нужны, как потребители, мы не нужны, как конкуренты. Даже если так, тоже базово не складывается, мы очень маленькая страна, рынок, как потребительский, очень маленький, он неемкий абсолютно. Вместе все три балтийские страны уже чего-то все-таки, ну, маленькие, да, ну, все равно, и к тому же... Ну, про себя, про Беларусь говорим, ну, что тут у нас 9,5 миллионов, у нас маленький, рынок неемкий. Ну, я имею в виду, если там глобально рассуждать, да, то прибалтик это вообще этим. Касательно Беларуси я вообще одно могу сказать. Мне кажется, что единственное, почему Минск не похож сейчас на Шанхай, так это потому, что просто рынок объективно маленький. И одним российским рынком тут тоже не обойдешься. Тут надо создавать более обширную, ну, экономическую зону, но мне кажется, что все идет все-таки в том направлении. По крайней мере, ну, я надеюсь, какие-то сигналы видны. Ну, нет, движения не есть, да. Касательно Европы я, ну, я лично для себя, ну, вообще не то, что там балтийскую экономику, а я, в принципе, уже похоронил европейскую. Ну, мне кажется, что это все, ну, что я уже как-то, по-моему, в каком-то видео записывал уже, что я уже начинаю искать пиджачок на похороны, так сказать, подыскивать. Это знаменитая цитата Путина еще была, когда, помните, он сказал, то, что, когда все говорили, что сейчас в российской экономике все, конец, уже хороните, он говорит, а мы думаем, как бы не простудиться на ваших похоронах. Да, вот это вот все ведь идет, в конце концов, ну, к тому. Ну, точно так же, как и в 2014 году, когда Путин сказал, чем вы топить будете, да, дровами, дозетями, когда в Сибирь надо ехать. То в Сибирь надо ехать. То есть это все, ну, какую-то инерцию Европа пока что еще сохраняет, пока еще способна просто печатать какие-то евро, да, но это ведь до поры до времени. Ну, мы видим, какая, то, что инфляция как растет. Ну, это как раз из-за этого и растет. Ну, то есть, ну, эти очень нехорошие процессы сейчас пошли. Вам бы хотелось видеть с собой рядом соседа, где вы наблюдаете, что он просто руководствуется своими интересами. То есть он плюс-минус прогнозируем. А чем руководствуется на данный момент Европа, тут никто не понимает, да? Ну, вот, и потому, ну, очень трудно жить, ну, в соседях, ну, с такими конструктами. Ну, просто я, например, помню, да и многие помнят, было просто такое вот прям потепление отношения с Латвией. Именно с Латвией почему-то. Ну, с Литвой, может быть, более традиционно. Именно как-то вот был всплеск таких двусторонних визитов. Причем на разных уровнях. Люди бизнеса встречались, к чему-то договаривались, что-то решали. Потом это в раз все просто обрубилось. Это обрубалось, причем на всех уровнях. Это и местную конъюнктуру у нас там почистили. И в министерствах людей, которые этим занимались, и на предприятиях той же Латвийской железной дороге. Там были сшиты белыми нитками определенные коррупционные скандалы. Ну, потом все, конечно, главное было их убрать. Потом, конечно, это все ничем закончилось. Наши вот те люди, которые там вот участвовали в этих процессах, они искренне не понимали. Они понимали, что... То есть они видели, что их латвийские партнеры, с которыми они вчера зарабатывали вместе, и они видят, что их латвийские партнеры вчерашние, они сегодня теряют. Колоссальные потери. Говоря с теми же предприятиями там в портах. Ну, это эти предприятия. А у меня вопрос вот на поверхности. Куда сейчас Латвия делает свои шпроты? Просто интересно. Во-первых, латышей много в Англии. Что-то туда уходит, да? Ну, мне кажется, не столько латыши ели эти шпроты, сколько... Вот мы, белорусы, покупали. Нравилось. Я сам с удовольствием покупал. Россия, вот, в главной рынке. Так фактически осталось-то всего там одно-два предприятия, которые более-менее так, ну, на конвейере их так серьезно производят. Это производство настолько упало. Европа платила, когда во время вступления, ведь все большие рыболовецкие комбинаты позакрывали, датчане платили фактически... Ну, вернее, через Европу, да, компенсацию за то, что просто порезали корабли. Ну, зачем им конкуренция в Балтийском море, да? Ну, просто уничтожались. Наши поддались на это все. О, давай-давай, прекрасно. Нам только сейчас дали денежку, денежки через два года закончились, все, предприятия нет. Мы независимости только в том плане, что от нас действительно ничего не зависит. Ну, Латвия конкретно подчиняется воле Брюсселя. Я имею в виду экономические какие-то решения. Политически Вашингтонский обком там что-то решает. Я думаю, нет, тут надо, вы все бы поняли. Когда последний раз в Риге были? Давненько. Давненько? Просто вам надо видеть здание нашего правительства, ну, примерно в размерах, и комплекс американского посольства. Это все скажут. Сравнить просто по территории. Что больше? Вы угадайте. Да, американское посольство. Это громадный комплекс, вот как едешь из аэропорта, там стоит такое, ну, там несколько зданий такое. В такой маленькой стране. Вы можете объяснить, почему строить комплекс из нескольких зданий? Ну, вот в принципе, это вот такое вот, вот как эта гостиница, в которой мы сейчас находимся. По размерам так. Чем мне нравится Беларусь? Здесь, я вообще считаю, что вот касательно европейского континента, так Беларусь впереди планеты всей. И почему вас так не любят? Потому что вы концептуально способны, вы еще ее, по-моему, не создали, но вы концептуально создаете сейчас альтернативу той системе, которая есть там. У меня такое ощущение, потому что при вашей сравнительно небольшой экономике, когда я вижу, что вы здесь производите, а я побывал у вас тут на выставках, и так посмотрел кое-что, все-таки вижу. Ну, более чем впечатляет. Я верю, что здесь будет происходить серьезное развитие. Я думаю, что Европа, в принципе, своему уже бывшему благосостоянию, она вообще во многом обязана Советскому Союзу, потому что она выросла в том плане, потому что тут рядом была очень мощная альтернатива. Как раз наличие вот этой альтернативы как раз и провоцировало этот совместный рост. То, что сейчас вот месяц назад был в Париже, но это вообще, ну, он уже давно не в лучшей форме выглядит, да, а сейчас ты просто, он уже начинает где-то скоро Мубай напоминать. Я жил там в 17-м районе, да, ты вечером идешь и через людей шагаешь, вот так вот там спят в спальных мешках, да, ну, на улице прям. Ну, вот многие сейчас, кто возвращается из таких вот, ну, романтизированных, скажем, европейских городов, как Париж, например, да, говорят примерно то же самое. Берем не Париж, Лондон. Я в последний раз там был, не знаю, где-то, наверное, может, не знаю, полгода назад. Город с самым плотным населением мультимиллионеров на квадратный километр, ну, если иметь в виду центральную часть. Я никогда не видел, если знаете, там вот от Вестминстера в сторону Сити идет такой красивый вдоль Темзы такой променад, там набережная, вот красивая очень прогулка. Я никогда там не видел бездомных. Сейчас уже там есть такие карманчики, где баржи старые стоят там припаркованные. Там уже целые палаточные городки. Ну, вот я такого там никогда не видел. Тоже можем сделать просто свои выводы. В Белоруссии вы хотите получить вид на жительство? Буду пробовать, да. Я просто достаточно много здесь бывал. Это не то, что я в первый раз, да. И с каждым разом, как я сюда приезжаю, мне здесь нравится все больше. Я чувствую в том же Минске себя очень комфортно. Здесь какой-то такой, я не знаю, баланс жизни и спокойствия. Люди мне нравятся. Как-то не растеряли человечность. Я просто чувствую в общении вот как-то вот. Другой аспект, то, что я говорю, я считаю, что Беларусь, ну, просто, что здесь будут большие дела происходить. Я чувствую, что, ну, что здесь есть пространство для развития. Ну, вот чисто такого личного. Европа мельчает. Весь уровень дискуссии мельчает. Появилась целая прослойка, так называемых, внутренних иммигрантов. То есть люди просто вот, ну, даже вот так вот, если посмотреть, просто те интеллектуалы, которые в Европе есть, и голоса слышны все меньше. Они как бы остаются в какой-то такой, ну, изоляции. Она вот, я говорю, вот я работаю в той же, в той же Европейском парламенте или в Европейской комиссии, вот меня уже давно поразило, кажется, как бы, ну, второй, самый большой после Индии там парламент в мире. Надо было бы быть каким-то там дебатом такой вот жизни там, ну, чувствуется какая-то энергия, да, в этом все. Нет. Такое болото. Ну, и такое местечковое такое, такое, такое вот какое-то, вот ты, ты это даже, там даже слушать не надо, ты это чувствуешь позвонками. Глухо, как в танке, абсолютно. В этих коридорах принимают решение уже о настоящих танках, которые сейчас собираются управлять на Украину. Борюсь, не в тех коридорах там принимают. В тех коридорах там не способны ничего принимать. Или там в других коридорах принимают. То есть там под козырек просто берутся? Там не надо никому под козырек брать. Там, слушайте, каждый депутат Европарламента все равно оттуда выходят миллионеры. Ну, у вас каждый день семинар, вино начинают пить обычно в один часов дня уже. Нельзя сказать, что в большом стрессе живут. Ну, классический выйти, как будто дать интервью, там, ну, так, ну, в принципе. Ну, посмотрите на явку, на европарламентские выборы по всей Европе на цифре. Ну, вы поймете интерес вообще к Европе как к структуре, да. Ну, это какое-то, а можно, какая-то такая институция, непонятная субстанция, ну, которая... А ну, даже Европарламент, он даже как здание, что в Страсбурге, что в Брюсселе, оно какое-то такое пахнет все безнадегой. Вы увидели эти коридоры, и чтобы там кабинет какой-то найти, там можно полдня провести там. Она отражает как раз вот всю эту политическую конструкцию вообще Европы как таковой, да, вот принятие решений и механизмов будут всех идти. Почему, на ваш взгляд, и Прибалтика, и Польша, и я даже не знаю, кто, кто в большей степени, возможно, даже и Прибалтика, была на таком, на острее атаки против России всегда, и Беларуси в том числе. Я думаю, что это отчасти где-то, если верить версии, то, что все-таки Соединенные Штаты воспринимают Европу как своего главного конкурента, что так оно и есть, тогда это, возможно, свой троянский икончик, как ослабить тоже Германию. Ну, помните мечту Бисмарка, то, что, ну, Союз Германии и Россия это будет, ну, непобедимая сила, да? Ну, оно объективно так есть. Ну, соединить промышленность Германии с ресурсами России и интеллектуальным потенциалом обеих сторон. Ну, это, представьте, что это могло бы генерировать, какую силу и какое развитие. А тут пускаем одну гиену плюс трех маленьких шавок, которые поставляют, имеют определенное влияние на принятие решений в Брюсселе. Ну, вот вам уже шаг вперед на то, чтобы, ну, так сказать, нагадить в той же Германии. Ну, вот, по-моему... Это такая и анти-Россия, и анти-Германия получается. Да, 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 да. Ну, так и послушайте, ну, да, то, что случилось с Nord Stream вторым, ну, это, в принципе, ведь, ну, это немецко-российский проект, это, в принципе, ведь казус белый, если так подумать. Ну, в общем, да. Да? Это самый настоящий казус белый. Хоть от одного немецкого политика что-то слышали по поводу, хоть кто-то чего-то пикнул. Слушайте, ребят, ну, сколько миллиардов там вложили, там, ну, немцы там, да? Ну, сколько там немцы швейцаться, кто-то там еще в акционерах был. Ну, про русских я не говорю. Не! Все нормально, ребят. Ну, что тут скажешь? После этого ты Европу можешь назвать субъектом, учитывая, как мы напихиваемся сейчас той же натовской техникой, учитывая, у меня тоже, допустим, я сотрудничал там с теми же там французским агентством, допустим, АФП, да, ну, для них материал делал там из Прибалов, ну, из Латвии и Эстонии. И меня очень пугает сам факт их повышенный интерес о всех военных учениях у нас, и в том числе там террабороны и так далее. Вот это их очень интересует постоянно. Все, что касается нашей там поддержки Украины, вот у нас там куча вот этих фондов там, вот это все они просто вот поедают, им это надо, очень интересует. Потихоньку, ну, делается Украина 2.0. Поймите, у меня там дети живут двое, да? Страшно. Я, ну, то есть, я не злорадствую тут. Абсолютно нет. Ну, это страшно. Это страшно. Вы много раз бывали в Украине. С какой стороны? Ну, понятно, с какой. Ну, с украинской стороны, конечно. Ну, я бы, во-первых, со своим паспортом, я бы на вас никто не пустил бы. Я бы с удовольствием. Я, кстати, на это надеюсь, что я смогу, я хочу показать и другую сторону. А что поразило вас больше всего? Уже пересекая границу, там недалеко от такого, Ржешел, по-моему, этот городок называется, польский, там в сторону Львова, когда въезжаешь, если когда где-то в конце июля я ехал, там уже немало флагов было, там проезжаешь, такое сельское кладбище, уже немало флагов было. Ну, видно, где военные, ну, военные хоронят, да, там украинский флаг в землю, да, там на месте креста стоит. Тогда вот сейчас ехал, оно было просто усеяно все уже флагами. Ну, так. Ну, видео много в интернете, да, с этих кладбища, это жуткое зрелище, на самом деле. Да, да. Вот поле усеяно. Харьков, конечно, печально выглядит очень. Большой город, видите, там ведь больше миллиона проживало. Меня не покидало ощущение все-таки, что в Харькове ждут. Конечно, так вот напрямую спросишь, любой скажет, нет, там, ну, отругает Путина, там, ну, проклятая война, там, проклятая Россия и так далее. Но вот где-то ты чувствуешь в воздухе, да, что все-таки вот, ну, почему-то меня не покидало это ощущение. Вообще смотришь, до чего страну, эту богатейшую страну, довели, да, за эти годы. Ведь это не война довела. Интенсивно поработали ребята. Хотя бы зайти в магазин, посмотреть, что люди себе в корзины кладут, станет все ясно. Днепропетровск, ну, один из самых богатых городов, да, ну, таких украинских. Ну, там, выходишь на... Война, самая настоящая война, так это вот то, что творится там на привокзальной площади. Это вообще кошмар. Ну, это куча наркоманов, алкоголиков. Это, ну, это апокалипсис. Вот, вот, я такого, ну, нигде не видел. Это ужас. Ну, вот, просто вот, ну, ты чувствуешь, ну, до чего общество доведено. Вот, ну, это действительно страшно. На Донбасс поедете, если получится. Я хочу, я хочу показать, просто, ну, вот, попытаться там, латышеской публике показать другую сторону вопроса. Хотя, я не уверен, что поможет, потому что, понимаете, тут зашло уже во многом до того, то, что, ну, там никакие аргументы уже не работают. Ну, то есть, говори, что хочешь, то есть, ну, это уже во многом вопрос религиозного свойства. А вот все вот эти годы, с момента, ну, хотя бы 2014-го, начинаю. Вы, как житель Латвии, вы знали, что происходит в Донбассе? Что там вообще происходит? Вот как вам рассказывали? Россия напала на Украину. Это в феврале? А до этого? Нет. Это все равно Россия напала на Украину? Да, 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 это Россия напала на Украину. Россия не выполняет Миньских соглашений, хотя она никогда не являлась, не являлась субъектом Миньских соглашений. Ну, то есть, это повестка, ты там говори, не говори, аргументируй, ну, это не, это все, вон не ворота. Ну, то есть, там, без компромиссов. И чтобы понять, кстати, вот пример, вот я говорил тоже изначально вообще, ну, про медиа-среду, допустим, да, или вот интеллектуальную нашу среду. Хороший пример, чтобы я еще объяснил, чего я ищу, допустим, тоже здесь. Это еще было, когда я учился в университете, я учился на факультете социальных наук, но у нас там можно было выбирать и предметы, ну, из других факультетов. Меня поскольку интересует там история, я вот взял пару курсов, там, каких-то на историческом факультете. И у нас, знаете, как вообще взгляд в Латвии на историю, он весь через призму 40-го года, да, оккупацию. Долго можем спорить вообще о причинах, почему это и как произошло, но там, касательно в латышской среде, там даже можешь не поднимать эту дискуссию, тебя уроют сразу. За это, во-первых, дело криминальное получишь, ну, автоматом. Ну, за то, что здесь, если ты скажешь, что, допустим, это было не совсем, оккупация, это все, это на солнышко будешь смотреть. Я на этом историческом факультете преподаватель задал вопрос, это, чтобы вы понимали, это уже студенты, там, третий или четвертый курс по кололу, да. Я надеюсь, я никого не обижу, если я задам вопрос, кто такой Солженицын? Два человека, все аудитории подняли руки, и так, писатель, дрожащих голосом, например, то есть, ну, вот, вот, это-то, ну, интеллектуальная среда, до которой, вот, доросли. Понимаете, ну, о чем я, да? А, кстати, эти ребята, потом исторического факультета, они очень востребованы потом в нашем Минфине. Многие из них потом идут работать в те же медиа, тоже очень востребованы, да? То есть, это люди, которые потом конструили, конструируют реальность, да? Да. Печально. Ну, а что думаете, как вообще ситуация будет развиваться? Честно? Я думаю, что будем не в таком далеком будущем жить в одном дружном государстве. Ну, если не в одном дружном государстве, то, по крайней мере, конструкт будет что-то типа такого, ну, стран-содружества и так. Я другого выхода отсюда, ну, из этого положения не вижу. К сожалению, будет больно, будет неприятно, но, мне кажется, что у вас вариантов других не останется. Ну, у вас Россия. Ну, мы и так живем в Союзном государстве, нам тут, собственно, нет-нет, я имею в виду то, что вместе с Балтийскими тиграми. Тиграми? Драконами. Было ведь время, когда называли Балтийские страны Балтийскими тиграми. Когда там еще финансовый сектор кое-как существовал. Очень многие авторитетные люди говорят о кризисе капитализма. Вот еще капитализм пожирает сам себя на данный момент. Он стал давно контрпродуктивен. И потому, я говорю, потому ваша обязанность, по-моему, в Беларуси, и я тут вижу все задатки для этого предложить альтернативу этому. Как сделал в свое время Рузвельт, о котором говорили, что Рузвельт был тот, который спас капитализм от капитализма. Он ведь фактически создал, по-своему, можно сказать, это был без пяти минут социализм, фактически. Как ты назовешься, у тебя 90% налог на высшие доходы. То есть, по-своему. Начал громадные вложения в строительство, дамп и так далее. Я думаю, что нам как раз надо прекрасная книга «Кристалл роста». Я думаю, что ее стоит каждому прочитать и подумать о том, не стоит ли методы, может, конечно, то есть, может, не такими методами, но посмотреть, как говорится, хорошая фраза есть, то, что у экономики единственная доступная лаборатория – это история, да, но и тогда вернуться в эту лабораторию и посмотреть все-таки, каким образом делался прорыв с 30-х по 60-е годы в Советском Союзе. К тому же, сейчас еще совмещает с вычислительными мощностями нашего времени, когда тогда планировка экономики создавалась вся на бубашке в табличках, сейчас все-таки возможности другие. Я думаю, что здесь есть очень большие возможности для колоссальных прорывов. Пример-то, да, нужно какой-то демонстрировать позитивный. Увидят ли его, ну, вот даже взять ситуацию с ковидом, а тогда ведь сколько критики было в адрес. Ну, да. Вы единственные были, кто более-менее адекватно реагировал на все это? Ну, реагировали. Тут тоже у нас много чего делалось и до сих пор делается. Представляю, какое это было давление на Лукашенко вообще, ну, вот так вот, ну, попытаться, ну, противостоять, когда вот тебе всюду, кругом мир сошел с ума, его пить, то, что все надо закрывать, и все вообще, Жене становиться, все по домам сидят, сидят, да, и это ведь требует большой смелости сказать, нет, ребята, мы так не будем делать, ну, то есть, ну, потому что этот информационный фон ведь какой был, у тебя с утра до ночи показывают гробы, в Италии гробы, там, да, во Франции гробы, там, все, люди мрут, там, статистику, поранить негде, кладущих мест не хватает, да, все это было, да, это, по-моему, знаете, есть библейская, это притча, когда чума идет мимо пророка в город, и пророк спрашивает ее, куда ты идешь, я иду забрать 300 жизней, потом чума идет обратно, и пророк говорит, почему ты мне соврала, ты забрала тысячу, она говорит, нет, я забрала 300, остальных убил страх, да, ну, вот, так, ну, тут, я думаю, что в случае ковида, там, вот как раз этот аспект очень серьезный. Я к чему, вот вы говорите, мы можем продемонстрировать какой-то пример, ну, то, что он нужен, это однозначно, но вот мы демонстрировали, пожалуйста, но в моменте этот пример точно никто не оценил, наоборот, нас, ну, всю нашу страну и руководство в первую очередь со всех возможных, там, трибун, пытались как можно только вот затюкать, то есть, вот смотрите, какие они там темные, ничего не понимают, понимают. Вы знаете, нет, я скажу, что в Латвии, кстати, среди латышей достаточно много людей, которые очень позитивно смотрят на Белоруссию и Россию, так что, ну, к сожалению, их голоса мало слышны, но их много, их действительно много, людей, которые понимают, ждут, я думаю, что ждут, так физически не может продолжаться, вот и все. Но мы не сгущаем краски, когда говорим, что вот там все так плохо, 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 просто, ну, знаете, как многие говорят, ну, вот там, капитализм на Западе загнивает, загнивает, сколько я себя помню, загнивает, загнивает, никак загнить не может до конца. ну, вы знаете, ну, слушайте, ну, когда Советский Союз разваливался, ведь сами американцы, думаю, по-моему, тоже Бережинский признавался, то, что они рассчитывали еще, ну, они системно над этим работали, но они, они сами обалдели, что это произошло так, так быстро. Три мужика поехали в лес и отменили Советский Союз, да, вдруг, буквально в течение, там, полтора-двух лет это все произошло. то же самое вот касательно, ну, я не знаю, меня не покидает ощущение, что это просто сейчас вот особенно, про Америку еще трудно сказать, потому что в Америке все-таки еще есть наличие дискуссии, там еще идет большая драка, вот само наличие дискуссии, она уже, ну, создает, ну, какую-то веру, то, что вот может что-то меняться, ну, это, по-моему, Черчилль говорил про американцев, то, что американцы в конце всегда принимают правильное решение, но сперва они испробуют все возможные неправильные, да, так, вот, вот, касательно Америки, я бы там, хотя, ну, у них колоссальничие, конечно, экономические проблемы, но, вот, по-моему, касательно Европы, это, я думаю, что это уже случившийся факт, просто сейчас она продолжает существовать благодаря какой-то, ну, вот, ну, просто у каждой системы есть своя инерция, ну, у любого предмета есть своя инерция, ну, вот, просто вот мы сейчас идем по фазе инерции, а так, в принципе, Европа, как субъект, такой, ну, она уже в моих глазах не существует, я не думаю, что я звучаю краски, доведя вот сейчас, когда я уехал, когда я написал, там, тоже, там, телеграме, там, перевели потом, там, русские паблики, там, письмо, да, в родной стране, где объявил публично, что я уезжаю, там, на меня посыпалось, там, конечно, такое, вообще, куда ты поехал, Беларусь, это ведь такая, там, глушь, там, ну, там впечатление, то, что там вот, ну, тут на границе тебя встречают два чекиста, которые только что медведя завалили, из бутылки водки в руках, его там раздирают, да, ну, у многих, у многих такое, ну, нет, ну, у многих действительно вот такое вот, я, главное, я даже отвечаю, я говорю, ребят, слушайте, ну, слушайте, я вас на границе встречу, вот, приедете, кстати, я, вот, когда ваш президент принял решение об открытии границы, для поляков обезвездовом режиме, обезвездовом режиме, это потрясающее решение, просто, просто, чтобы люди приезжали, просто посмотрели здесь, ну, как люди живут, потому что, я говорю, первое, когда я приехал в Белоруссию, колесил до Гомеля, потом в Брест, ну, так вот, что, видите, другую, потому что я, в основном, сюда прилетал, ну, либо, там, приезжал, там, на автобусе, ну, кроме Минска, так больше ничего не видел, да, я хотел увидеть, там, полторы недели, первые, пока был здесь, так, ну, покатался, просто, чтобы видите, другие города, и на селе тоже был, да, вот, посмотреть просто, да, люди тут жалуются, денег мало и так далее, ну, каждый второй дом строит, а когда я услышал, плату за ваши коммунальные, у меня вообще слезы в глазах, и тоже у меня были, вот, проблемы со здоровьем, медицина, вот, в Бресте был больницы, отношения, и то, насколько быстро все происходит, это эффективно, приезжайте, приезжайте, да, и приглашайте друзей, знакомых, я приглашаю, пусть при, побудут на выходные, посмотрят, походят ножками своими, не в телевизоре, посмотрят, как, как вам, у меня, вот, после Парижа, где я в гостинице, в 17, в том же 17 районе, ходил с зажженным фонариком, потому что, электричество, чтобы поэкономить, коридорах, там-то окон нету, коридор в гостинице, я с фонариком телефона ходил, чтобы дойти свой номерок, да, ну, и после этого приезжаешь, предновогодний Минск, где все в огнях горит, ну, это, да, это, это большой контраст. Субтитры создавал DimaTorzok